Коллеги, Prodexpo 2022 на ваших экранах. Мы продолжаем ознакомиться с интересными людьми и интересными продуктами. Вас представляться не заставлю, потому что мы вас прекрасно знаем и, главное, пробовали ваш продукт, но все-таки, если вдруг нас кто-то не смотрел, представимся. Да, здравствуйте. В этом году снова, да, меня зовут Елена, сооснователь компании здравого питания бренд Fitoclock. Это Юлия Юрьевна Харисова, также второй сооснователь этой компании и, в общем-то, наши продукты, с которыми мы пришли. Замечательно. Сразу вопрос. Предыдущие годы заставили людей плотнее заняться своим здоровьем, а главное – здоровым питанием. Вот как этот тренд отразился именно на вашей компании? Действительно, пандемия внесла коррективы в реалии нашей жизни. И самое главное, что люди стали более осознанно подходить к вопросам питания, больше заботиться о себе, о своем здоровье. Понятно, что первую часть пандемии мы сидели дома, кто-то ел чипсы и пил неполезные напитки, но затем понял, что в этом случае пройдет месяц-два, и он получится таким же человеком, как и из мультика Валли. Поэтому, что произошло с нашей компанией в этот период? В 2021, в 2020 году сначала у нас произошел такой достаточно большой скачок в росте. Это было связано именно с онлайн-продажами. Мы стали развивать очень сильно наш собственный интернет-магазин, это первое. А второе – нам помогли те самые сервисы с быстроногими курьерами. Дальше что произошло? Мы отвечаем на запросы наших покупателей. Мы расширили линейку. Если изначально у нас были замороженные овощи, ягоды, вегетарианские котлеты, то затем мы понимали, что покупатели хотят полный рацион. И мы ввели, например, овощные и фруктовые чипсы, дальше мы добавили суперфуды, и таким образом у нас получилась целая линейка продукции, из которой человек может составить полноценный рацион. Замечательно. Ну и сразу вытекающий вопрос, если спрос увеличился, то получается, как ваша компания прожила этот 2021 год? Как сказался этот год на ней? 2021 год для нас был, наоборот, хорошим годом как раз, то есть и хорошим годом роста онлайна, и роста самого производства мы выстраиваем сейчас благодаря заказам, которые в 2021 году и прирост. Мы сейчас выстраиваем еще один цех. Это достаточно большой цех, который увеличивает количество заказов по приготовлению сушеной продукции всей. Также мы увеличились в количестве котлет, которые стали брать, и наши, но бессменно, конечно, наши, как хиты называют, да, это чечевичные нутовые котлеты и фалафели. Их, конечно, в большом количестве берут в большем, нежели остальные пять позиций. Они в большинстве где-то больше 50% занимают по обороту от основной выручки. Вот эти даже три вида котлет. Замечательно, но и сразу тоже логичный вопрос. Где ваш покупатель вас находит? Какие каналы сбыта наиболее прерогативны сейчас? Смотрите, у нас в 22-й раз мы проговорили про 20-й год, про 21-й год. У нас 22-й год для нас стал тем годом, когда мы хотим и делаем все для продвижения именно нашей торговой марки. Потому что во время пандемии, во время роста онлайна также стали перестраиваться сети, что федеральные, что локальные. И они перестраивались также на доставку продукции и в том числе готовку под СТМ. И нашим основной загруженностью производства была готовка именно большого количества наших вот вегетарианских, постных, безмясных котлет именно под СТМ. И, к сожалению, наш бренд так сложилось, что не настолько узнаваем именно на полках. Поэтому сейчас у нас 22-й год, это цель, чтобы нашу продукцию узнавали именно на полках. Да, мы есть в магазинах здорового питания, но это не так объемно. Да, мы есть, заморозка наша на маркетплейсах представлена, можно приобрести, есть на нашем онлайн-магазине. Ну и как раз 22-го года наш план, чтобы была большая представленность и географическая в том числе. Понятно, и сразу тоже вопросик. Как розничные сети, в принципе, сейчас относятся к вашему продукту? Понятно, что есть, наверное, какие-то вопросы, вот выходы и взаимодействия. Насколько они заинтересованы в этом здоровом питании? В принципе, в здоровом питании они сейчас более заинтересованы, нежели когда-то. И опять-таки, здесь получается, что пандемия для нас послужила таким положительным, больше триггером для изменения полок ЗОЖ в сетях. Потому что полки ЗОЖ, они раньше как бы для галочки назывались полками ЗОЖ, но туда все, что можно ставили, просто сухое, сахарным, все, что угодно ставили, но это не относилось сильно к здоровому именно образу жизни или к вегетарианцу. И тот потребитель, который наш, который их пришел, понадеялся и не увидел ничего, пришлось эту полку срочно менять. И, допустим, как есть прекрасная торговая марка BioMeat, это не мясо, их поставили в магазинах с мясом рядом. И, конечно, вегетарианец не тот, кто следит за своим здоровьем, он не найдет эту продукцию никогда в том месте. Здесь уже вопрос к категорийному менеджменту. Да, сети заинтересованы, да, заинтересован покупатель. Теперь осталось на торговой полке обозначить место, в котором будет. Сейчас отдельно придумывают, кроме полки ЗОЖ, отдельные полки, даже за заморозками, отдельно прописывают, что это для тех, кто следит за собой. И разводят эти две категории, за что мы очень благодарны, что наконец-то это делается. Замечательно. У меня такой вопрос. Хороший продукт продает сам себя. Все знают такую фразу, но все же мы знаем, что реалии немножко другие. И все-таки насколько важен маркетинг в продажах и в работе с этим продуктом? Конечно, когда ты работаешь под СТМ, маркетинговые все усилия не так важны. Когда ты ставишь цель продвинуть свой собственный бренд, то здесь немножко история меняется, правила игры меняются. Вообще мы традиционно используем, опять же, традиционные инструменты маркетинга. Дальше, но в 2022 мы хотим сделать особую ставку, и в принципе мы ее уже начали делать в 2021 году, это на диджитал маркетинг. Конечно же, век цифровой, и что для нас важно, это интернет. Мы используем социальные сети очень активно. Мы используем контекстную рекламу, мы используем таргетированную рекламу для того, чтобы точно попадать в цель на конкретного нашего покупателя. Помимо этого, очень широко нативную рекламу, различные коллаборации с блогерами. Притом, даже сейчас известный факт, что блогеры-миллионники отрабатывают не так, как небольшие блогеры, которые влияют точечно, но очень-очень точно, как раз, я бы так сказала. Поэтому вот это, в принципе, все, что мы сейчас используем. Но есть у нас еще несколько интересных проектов, которые мы хотя бы не будем сейчас рассказывать о них. Хотели бы сохранить тайну. Козырь пока придержен. Да, вот такой вопрос. Мы с вами немножко за камерой пообщались. Я понял, что на сайте у вас есть пометочка, что у вас скоро появятся вегетарианские готовые блюда уже. Расскажите чуть подробнее. Мы пришли к выводу вот за это время, как раз за эти два года, 20-21, что кроме потребления и быстрой готовки еще, чтобы не заморачиваться, потому что наборы котлет готовятся 10-12 минут. Ну, то есть ты пришел и сразу приготовил, сразу сел есть. А не нужно заранее подготавливаться на день, первое, второе, третье там наготавливать, как это раньше когда-то было, да, устоявшееся. Сейчас люди хотят еще быстрее потреблять, то есть они хотят, пришел и разогрел, они готовить. И, соответственно, а так как у нас всегда упор идет на то, что это здоровое питание, и мы заменяем, получается, такую вещь, как нездоровое, ну, как на здоровое, и мы изобрели, изобрели такие изобретения. Наггетсы, наггетсы это из кабачка, наггетсы из цветной капусты и капуста цветная в панировке, не добавляя туда каких-то ешек для того, чтобы дольше держалась, только шоковая заморозка. И что суперски, что есть поколение, которое любит вот это быстро есть, в принципе, мы все привыкли к разного рода фастфуду, и супер, когда тот же подросток, допустим, вот у меня дочь подросток, и у нас есть наггетсы, и она их ест. И она приходит, когда же она говорит, а можно мне вот эти, если у нас дома есть, я тогда туда не пойду. И получается, что это замена их, а вкусовые характеристики хорошие, ну, мы знаем, что для здоровья это в разу лучше, нежели вот в фастфуде это было бы. Замечательно. И вопрос такой, поговорили о новинках, которые у нас вот ждут вот-вот. Давайте тогда поговорим о лидерах продаж в вашей линейке. Что большинство людей предпочитает? Смотрите, по лидерам, как уже, в принципе, мы проговорили насчет нутовых, чечевичных и фалафеля, их выбирают именно по котлетам очень много и действительно сильно. Что касается сухих смесей, мы сейчас можем посмотреть, их выбирают, конечно, яблоко, груша, их просто в большем количестве. Есть такая смесь у нас классная, смесь из четырех. Те, кто попробовал яблоко и грушу, заказали, тем более их можно заказать по всей России, потому что это не является замороженной продукцией. Они уже переходят к продукции, которая есть из смесей и там пробуют. Поэтому у нас это яблоко, это груша и это смесь из четырех продуктов. Вот это больше всего берет из смесей, которые у нас к салатам. Мы пока еще не можем сказать, какая занимает место, потому что здесь несколько месяцев всего прошло, это не происходит молниеносно. Понятно, хочется пожелать вам удачи, что вы делаете очень важное дело, вы делаете невероятно вкусно, ярко, красиво и при этом полезно. Надеюсь, встречи в следующем году и будут грандиозные планы и уже планы, которые намечены в этом году, уже с успехом вы преодолеете. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.